Одинцовский район признан лидером по внедрению системы 112. С начала ее запуска в тестовом режиме было обработано более 177 тысяч вызовов. Такого показателя нет ни в одном муниципальном образовании Московской области. Несмотря на это, остались еще аспекты, которые необходимо совершенствовать. В частности, взаимодействие между экстренными службами. Мы должны с вами стать одной единой командой. Тогда не будет жалоб от жителей, не будет проблем в общении между операторами. Все будут говорить на одном языке, с одним регламентом, одинаково позитивно, душевно и так далее. Спасать человеческие жизни. На совещание свои мнения и пожелания по работе системы высказали представители всех экстренных служб 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4. Так начальник Одинцовской полиции заострил внимание на качестве передаваемой информации со стороны диспетчеров. Уважаемые диспетчеры, когда вы передаете нам информацию, в зависимости от ее сложности, мы формируем то количество нарядов сил и средств, которые будут у нас задействованы для предотвращения, пусть в пример, драки массовые и все остальное. Поэтому качественнее передавать драка 7, 10, 20 человек. Поймите, один наряд, он с этим не справится. Соответственно, мне нужно задействовать дополнительные силы. От того, как вы изначально передаете нам информацию, мы тогда и скоординируем, скажем так, наши силы и средства, которые будут задействованы для предотвращения, спрофилактирования того или иного правонарушения. После совещания четыре комиссии от всех экстренных служб проверили знания и уровень подготовки сотрудников системы 112. В состав одной из групп вошел и Андрей Иванов. Тестовые вопросы касались формы приема звонков, порядка предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передачи информации в другие службы. Кроме того, глава района задавал дополнительные вопросы, например, о действиях оператора системы 112 при поступлении звонка из другого муниципального образования. Впереди у сотрудников Одинцовской системы 112 самое сложное испытание – сдача экзаменов в госкомиссии. Они обещали не подвезти. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Куда звонить в экстренной ситуации? Раньше номера всех спецслужб просто в голове не укладывались. Теперь все стало легко. 112. Служба спасения Московской области. Помощь на расстоянии звонка.